Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня веду я, Михаил Горин. Мой собеседник — украинский политолог Вадим Карасёв. Вадим, приветствую вас. Да, приветствую вас. Привет вам всем из Киева. Спасибо. В Израиле продолжается война с Хамасом. Уже 10-й день, точнее 11-й. И сегодня это по праву новости номер один в СМИ всего мира. Скажите, пожалуйста, мы с вами говорили отчасти на эту тему неделю назад, когда война только разгоралась. Высказывались в Украине опасения, что война в Израиле отвлечет внимание от войны в Украине и помощи Украине. Вот сегодня по прошествии уже 10 дней. Можно составить представление, действительно так случилось или нет? Ну, если еще не случилось в полном объеме, то тенденция к этому есть. Потому что чем дальше затягивается война в Израиле, и затягивается сухопутная наземная операция по зачистке сектора газа, уничтожение Хамаса, тем больше внимания мировых медиа, и по праву, как вы сказали, оно направлено на ситуацию в Израиле. На то, что происходит сейчас в секторе газа, что происходит на территории Израиля, когда продолжаются, хоть и не такие массированные, но одиночные, достаточно, ну, с медийной точки зрения, важные обстрелы и территории Израиля. Мы видим на мировых медиа картинки, видео, как прерывают затягивание Кнесета, и все вынуждены уйти ненадолго, но, тем не менее, уйти в бомбоубежище. Это даже было вот и с Блинкиным, госсекретарем США, когда как раз он присутствовал на одной встрече с премьером Нетаньяху, и была объявлена воздушная тревога. В общем, мировые медиа сегодня сосредоточены, сфокусированы именно на этой проблеме, на Ближнем Востоке. Да, но это что касается внимания, извините, что перебил. А вот что касается помощи, высказывалось опасение, что размеры помощи и ее объемы Украине пострадают. Но, тем не менее, было сообщение официального Белого дома, что нет, это никак не отразится на запланированной помощи. Просто сейчас есть технический перебой с принятием бюджета. Мало этого, Байден заявил, что он намеревается в просьбе к Конгрессу, собирается объединить в один пакет помощь Украине и Израилю, чтобы нельзя было это разорвать и торпедировать. Ну, я бы, скажем, не сегодня настаивал на оптимистическом сценарии. Как раз бы все-таки видел бы и трудности для того, чтобы решить эти трудности. Да, действительно, заявления администрации Байдена таковы. Да, действительно, много разговоров о том, чтобы объединить все это в один пакет, и это было бы хорошо и справедливо. И для Украины, и для Израиля. Но, тем не менее, есть нюансы. Но, по крайней мере, последний транш Украины был 500 миллионов долларов. Так, одновременно, по-моему, и 2 миллиарда долларов в Израиле, военная помощь. Так, вот здесь первое, что 500 миллионов, это, ну, в день, в день, примерно так, в Америке война в Украине стоит примерно 160 миллионов долларов. Можно посчитать, насколько это может хватить. Во-вторых, конечно, если военные действия на территории Израиля будут затягиваться, и нужны будут артиллерийские снаряды 155-го калибра, то, понятно, тогда, все-таки, согласно принципу приоритета и значимости ситуации в Израиле и на Ближнем Востоке в целом для США, для в целом мировой ситуации, конечно же, здесь приоритеты будут в пользу Израиля. Поэтому я говорил, что много будет зависеть от того, насколько затянется наземная операция. А она, мы видим, все откладывается. Вот сегодня я видел заявление представителя ЦАХАУ о том, что пока, вот, может, ну, скажем, нет решения о наземной операции, а может быть, ее не будет, а может быть, она будет в другой форме. Вот это первое. И, во-вторых, много, конечно, будет зависеть и от внутриамериканской ситуации, как произойдет вот это разрешение, вот это технического сборья, связанного с тем, что сегодня в Палате представителей нет спикера. И если будет избран, например, тот кандидат, который был выдвинут республиканским кокусом, республиканским большинством, тайным голосованием, на пост спикера Конгресса, это трампист, как я понимаю, это, конечно, будет создавать определенные проблемы. Я бы не сказал, что это какая-то большая проблема. США выполнят свои союзнические, партнерские, как угодно можно назвать, обязательства, но, возможно, не сразу и не в полном объеме. Поэтому я бы не говорил, что ситуация такая сложная, тем более катастрофическая, или там алармист, как многие рисуют недруги Украины, прогнозируя вот такой вариант поворота событий. Но, тем не менее, трудности и сложности в обеспечении военно-техническими и вооружениями Украину, конечно же, будут. Хотя мы знаем, как бы программы, авиационные программы, они давно уже сверстаны, так и авиация будет поступать в 2024 году в Дании, там, Нидерланды, F-16. Но вот проблема снаряда и проблема, конечно, танков, она, конечно, ну, вот она может быть действительно проблемой. Не неразрешимой, но проблемой, хотя и разрешимой. Вот тут возникает вопрос, это техническая проблема или политическая? Я хочу вас отослать к большой статье, которая была опубликована в американском журнале The New Yorker, которая называется «Испытание боем для Джейка Салливана. Инсайды битвы Белого дома за то, чтобы сохранить способность Украины в борьбе». Это очень большая статья, аналитическая, и, так сказать, главный ее тезис в том, что в вопросе помощи Украины администрация президента США Джоид Байдена выбрала, по мнению вот журнала, тактику отдельных, очень медленных и максимально взвешенных шагов, которые провоцируют критику в затягивании предоставлений оружия. И они считают, что такой подход отражает стратегическое видение, в том числе и победы Украины со стороны США. Также там говорится, что вот по этим параметрам США не заинтересованы в освобождении Крыма. Поэтому я и спрашиваю. Мы с вами не раз говорили на эту тему о том, в чем, собственно говоря, заключается суть позиции США по войне России в Украине. И там действительно много вопросов. Так вот, возвращаясь к оружию, исходя из того, что я говорю, как это видится вам? И это вопрос не до поставок. Это вопрос технический или политический? И, конечно, технический, и частично политический. Но вот оружие. Давайте по оружию. Ведь оружие предоставляется только оборонительное. На защиту, на самооборону. Это ПВО, это разминирование, это артиллерия. Но атакам Сы так и решение не принято. Значит, наступательного оружия мало. 30 танков Абрамс. Тем более, что танки сегодня выполняют функцию больше артиллерийскую и символическую, чем наступательного характера. Поэтому, посмотрите, вот последний пакет Рамштайна, который был принят в качестве помощи. Причем при участии самого Зеленского. Я так понимаю, президент Украины намного приглашал усилий для того, чтобы переубедить партнеров в том, что Украине надо больше и больше наступательного вооружения. Тяжелого наступательного вооружения. Но пока такого сдвига большого в этом направлении нет. ПВО, пожалуйста. Тем более, смотрите, немецкий Таурус, скорее всего, не будет. А это достаточно, ну скажем так, мощное оружие. Оно эффективнее. Шторм. Шторма и скальпа французского и британского. Оно эффективное и более точное. Но решение не принято. Дальше. А такомсы тоже не приняты. Поэтому задача американской администрации или администрации Байберга заключается в том, чтобы не дать проиграть Украине. Но не столько, чтобы Украина победила Россию. Не для того, чтобы победить Россию, а слабить со всеми там геополитическими, возможными и невозможными или воображаемыми следствиями. В том числе, связанным там с ядерной составляющей. А вот не дать проиграть Украине. На оборону Украине дают. Вот и все. И во-вторых, видите, вот вы начали со статьи Нью-Йоркер, где они анализируют вообще военно-политический стайл, стиль этой администрации Байдена. Вот они медлят. То же самое это же показано и показательно по отношению к Израилю. Не хотят рисковать. Не хотят втягиваться. Не хотят большого войны. Хотят, ну, какими-то минимальными или, скажем так, не очень большими в геополитической и внутриполитической точки зрения последствиями решить сложнейшие проблемы. Особенно вот проблему израильско-палисинскую или проблему Хамас. Что только, на мой взгляд, затягивает и усложняет проблему, но ее и отдаляет от ее решения эффективного. Но будем смотреть. Поэтому мы заинтересованы в Украине в том, чтобы конфликт или война в Израиле была как можно быстрее закончилась. Чтобы Хамас был, как политическая организация эрористического плана, уничтожен. Понятно, надо разделять Хамас и палестинские народы, или тот, который проживает там в секторе Газа. Понятно, что тут не должно быть спекуляций на эту тему. Но видим, какие сложности, как втянулись. в защиту палестинцев в секторе Газа и Хамаса, та же Турция, союзник США по НАТО. Это военно-политический союзник. Я уже не говорю, там Иран, и занимают такую хитро-мудрую позицию, ну, ряд сран арабских монархий и Египет. Так что, вот у нас, видите, тоже тревога идет сейчас, вот только что. Интересно. Вот такие параллели, так, у вас и у нас здесь. Да. Так что, видите, вот, все-таки, демократам сегодня и Байдену не хватает решительности какой-то. И это чувствуют другие игроки. Чувствуют же другие конкуренты, оппоненты, или те, кто пытаются выстроить альтернативный мировой порядок. Тот же Китай, та же Россия, Иран. Арабский Восток видит тоже колебания Соединенных Штатов Америки и, стало быть, действуют уже не так, как бы действовали там 50 лет назад, или даже 30 лет назад, во время там войны Судного дня в 70-е годы, или там в 90-е, 2000-е, начало 2000-х годов. Вот в чем проблема. Поэтому, я думаю, что и сейчас, вот по отношению к Израилю и по отношению к вот этой войне Хамас-Израиль, американская администрация может выбрать же такую же, скажем, вялую где-то, не совсем активную, а такую тактику гибкости удовлетворения многих игроков. Не столько в интересах, не только и не столько в интересах Израиля, как ключевого союзника, военного союзника США на Ближнем Востоке, а с учетом интересов, запросов, заявлений и прочего миротворчества со стороны арабских государств. И Турции, если дальше идти, Китая, Россия и так далее, которые сегодня фактически выступают единым фронтом по отношению к арабо-палестинской проблеме или решению палестинского вопроса. Это уже там в медиа по-разному формулируют. Вадим, скажите, пожалуйста, перейдем немножко к другой теме выборы в Польше. Как это касается Украины и отразится ли это на связях Польши и Украины, на ваш взгляд? Фундаментально нет, потому что фундаментальная платформа взаимодействия Украины и Польши, она определяется без всяких, скажем так, каких-то сантиментов, символизмов и так далее. Очень простой, банальной, но железобетонной формулой. Враг моего врага мой друг. Так, враг общий Российской Федерации. Но есть нюансы. В последнее время отношения были испорчены. Мы знаем, мораторий на запрет транзита зерна и импорта зерна из Украины в территорию Польши. Особая позиция Польши по многим вопросам в Европейском Союзе, особенно в таком трио, возможным было бы трио, если бы выиграли право и справедливость и правые консерваторы. Это Сорбана из Фицо в Словакии, а это уже, извините, такая оппозиционная группа Брюсселя. В общем, победа Туска и его гражданской платформы с новыми левыми, союзниками, она все-таки ориентирована больше, Польша будет ориентироваться больше на Брюссель. Стало быть, в русле брюссельской политики, здесь, особенно с точки зрения экономики, аграрного сектора, конечно, Украина почувствует ослабление. Это раз. Во внешнеполитической линии, по отношению к России или на восточном направлении, не изменится ничего. Зато меньше будет вот этих разного рода консервативного или право консервативного мини-интернационала в рамках Европейского Союза из Венгрии, Словакии и Польши Кочинского. Теперь этого не будет. Так что Украина ориентируется на Европу. Мы знаем, что уже с декабря месяца 2024 года возможны переговоры, начало переговоров по вступлению в Европейский Союз, и была информация, и официальная, и неофициальная, что поляки хотели, вот в варианте ПИСа, так, про партию право и справедливость, готовили, ну, достаточно-таки жесткие переговорные условия по Украине для Брюсселя. Думаю, что с победой Тумска все-таки брюссельская точка зрения или точка зрения Берлина и Брюсселя, она будет больше приниматься Польшей, а стало быть, для Украины это лучше и в контексте общей ситуации в Европе, общего усиления Европейского Союза, а не разделение его на разные группы консерваторов, либералов и тому подобное, особенно восточноевропейского или центральноевропейского плана. Ну, в-третьих, особенно по переговорам, связанным с аграрным сектором Украины и его интеграции в Европейский Союз. Последний вопрос. Внутриполитическая ситуация в Украине, может быть, это не самое главное во время войны, но, тем не менее, это фактор, который влияет на общую обстановку. Я видел в украинских СМИ уже обсуждаются контуры будущих парламентских и президентских выборов и даже обсуждается на уровне реальных фамилий возможная будущая коалиция, на кого будет опираться Зеленский, если он пойдет и так далее. Это все пока общие предположения или, как вы считаете, уже решение о выборах принято и действительно нужно обсуждать подобные вопросы? Нет, решение не принято. Правильно вы сказали, обсуждаются контуры. Даже обсуждаются не уже конкретные параметры, процедуры и формы, факторы и форматы, а пока только контуры. Два фактора, которые пока сдерживают принятие окончательного решения. Первое. А мы не знаем, что в мире будет происходить. И очень много будет зависеть от того, какой поворот примут события в Израиле и ситуация в Израиле и сектора газа. Это первое. Насколько будет эффективно решена проблема Хамас для Израиля, а следовательно и для Соединенных Штатов Америки. У них это тоже важный момент. У них выборы тоже. Это первое. Второе. Какая будет ситуация в целом геополитическая, геостратегическая в мире? Она очень, скажем так, непростая, меняется. 20 век уходит. То, что было в 20 столетии, оно вряд ли будет стопроцентно. Повторено или применено в 21 столетии. Мы видим, все меняется. И Ближний Восток, и Восточная Европа, и Южный Кавказ, и Юго-Восточная Азия, и так далее. Поэтому от этой ситуации много зависит. Но и на линии фронта что? Как будет все-таки ситуация складываться на линии фронта? Решение будет принято по выборам или в одну, или в другую сторону, или за, или против. Это где-то к середине декабря. Почему? Потому что тогда надо будет объявлять для того, чтобы три месяца оставить на саму избирательную кампанию. Потому что это очень сложно политически, геополитически и технически. Потому что как будут голосовать люди, которые находятся сегодня за рубежом, как будут те, кто находятся на линии фронта в окопах и так далее. Ну и рядом с других вопросом. Но в целом, если говорить об ощущениях, о настроении политических элит, или политического класса, оно застоялось. Класс застоялся. Политически застоялся. Поэтому и идут такие пока внутренние бурления, такие внутренние турбулентности. Но это пока еще напоминает бурю в стакане воды. Но не полноценный уже политический, электоральный процесс. Тогда у меня к вам один короткий вопрос. Я думаю, что и ответ будет недлинным. По вашему ощущению, по ситуации, которая сейчас складывается, у Зеленского будет конкурент? Ну пока равноценного конкурента я не вижу. Из тех, кто заявились. Или из тех, о ком говорят. Говорят это одно. Заявления могут быть. Понятно, да. Но пока равноценного я не вижу. Вадим, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что сегодня моим собеседником был украинский политолог Вадим Карасев. Всего доброго. Спасибо.